МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня идет восьмой день войны. Уже уверенно можно сказать, что азербайджано-турецкий Блицкрик провалился. То, что планировалось взять за один день, не взято и за неделю. И уже не будет взято. Совместный турко-азербайджанский военный бюджет в 20 миллиардов долларов и огромное количество новейшей техники не помогает. Ведь технике нужны не просто люди, а люди со знанием военного дела и боевым духом. Ни то, ни другое на рынке не купишь. Ручное управление азербайджанским генштабом, которое осуществляют турецкие генералы, не помогает. Ведь они не привыкли к столь низкому уровню военной подготовки подчиненных. А именно такой уровень у азербайджанской армии. Участие в боевых действиях наемников, террористов из Сирии, Пакистана и других стран не помогает. Судя по нашим радиоперехватам, наемники не хотят идти в бой впереди азербайджанцев, превращаясь в живые мишени. Кратковременные начальные достижения азербайджанской армии на некоторых участках дальней обороны Арцаха не помогают даже для поднятия боевого духа среди солдат. Ведь цена таких псевдопобед за 8 дней – более 3000 убитых солдат и офицеров, потеря более 300 единиц летной и бронетехники. Дипломатические усилия, построенные на подкупе отдельных псевдополитиков Европы и Америки, не помогают. Тут свинью азербайджанской дипломатии каждый день подкладывает турецкий султан со своими заявлениями в стиле «Мировое сообщество мне не указ». И он же подливает масло в огонь перебросками наемников-террористов в зону боевых действий. Достаточно посмотреть, какие страны поддерживают Азербайджан, какие – Армению. Правительства частично признанного Северного Кипра, Турции, Пакистана и Афганистана выразили свою поддержку Азербайджану. Свою поддержку Армении и армянскому народу выразили Кипр, Франция, Россия, Греция, Сербия и Сирия также осудили роль Турции в военном конфликте. Все, что будет вами разрушено, мы выстроим заново. Наши города и села станут еще краше. Мы уберем осколки снарядов с полей, распашем и засеем их, и соберем новый урожай. Мы родим детей и назовем их в честь армянских воинов, что не дали вам осуществить свой безжалостный план по нашему истреблению. Сегодня Армения бьется с тьмой. Армения бьется с варварством. Победа будет за нами! Информация на сегодня, 4 октября. По состоянию на утро 4 октября Матахис под полным контролем вооруженных сил Арцаха. Военный аэродром вооруженных сил Азербайджана в Гяндже уничтожен, сообщил советник президента Нагорного Карабаха Ваграм Пагасян. Азербайджан готовится к новому наступлению. К такому выводу пришли в армии обороны Карабаха после анализа действий вооруженных сил противника. Сообщается, что ночью ситуация в зоне Карабахского конфликта была стабильно напряженной, особенно на южном направлении. Карабахское военное ведомство следит за передвижениями противника и готова к подобному развитию ситуации. Президент Нагорного Карабаха Арайка Рутюнян вернулся с разных участков передовой. «Всюду воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна, поскольку поведение наших защитников – уникальное проявление коллективной силы армянского народа. Хочу выразить особую благодарность армии обороны и командованию за блестящее выполнение поставленной задачи». Президент заявил, что несмотря на многочисленные предупреждения, вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить удары по мирному населению, используя системы Полонез и СМЕРЧ. «Военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана, с этого момента стали мишенями для армии обороны. Призываем население Азербайджана быстро покинуть эти города во избежание возможных потерь», – отметил Рутюнян. Армянская диаспора во всем мире проводит многочисленные акции протеста, требуя прекратить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха. Армяне Лос-Анджелеса перекрыли ключевые перекрестки в городе и решили переночевать на одной из самых главных улиц – Сансет, напротив офиса CNN, требуя от телеканала и других американских СМИ полностью освещать события в Арцахе. Протесты поддерживают не только армяне, но и другие жители разных государств и даже местные власти, например, в Кипре. Хроника предыдущих дней 27 сентября В 8 часов утра пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Пагасян сообщил, что Азербайджан наносит ракетные и воздушные удары по территории населенных пунктов, в том числе и по Степанакерту. Минобороны Армении заявило, что азербайджанское наступление началось в 4.10 по Гринвичу. Президент Арцаха Арейка Рутюнян объявил о введении военного положения в стране и мобилизации лиц старше 18 лет. В этот же день власти Азербайджана ограничили доступ к интернету во всех частях своей страны после приграничных боев с Арменией. И в самом деле, зачем народу Азербайджана знать правду о потерях своей армии? 28 сентября. Президент Арцаха сообщил, что в ходе ночных боев армянская сторона восстановила контроль над рядом ранее уступленных позиций, в результате чего десятки тел нападавших оказались на контролируемой армянской стороной территории. К середине дня Минобороны Армении заявило о попытке широкомасштабной танковой атаки азербайджанских вооруженных сил в южном направлении. Вечером Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали новую широкомасштабную наступательную операцию на участках долины реки Аракс и Мадагиста-Лыж в Карабахе. Армия обороны Арцаха успешно противостояла атакам, нанося значительные потери личному составу и бронетехнике вооруженных сил Азербайджана. 29 сентября. Утром Минобороны Армении заявили о пресечении нескольких попыток атак со стороны Азербайджана на нескольких направлениях. В середине дня Минобороны Армении сообщило об обстреле территории Республики Армения. По словам ведомства, азербайджанской артиллерией была обстрелена воинская часть в городе Варденис, в результате чего был уничтожен припаркованный автобус, перевозивший добровольцев в воинскую часть. К счастью, автобус был пуст и никто не пострадал. 30 сентября. Утром представители армии обороны Арцаха сообщили о том, что ночью вооруженные силы Азербайджана провалили свои попытки улучшить позиции, неся при этом большие потери. Вечером Минобороны Армении заявили, что за последние сутки армянские войска отбросили атаки противника, тактика которого в значительной мере изменилась. Враг перешел к обстрелам мирных городов и сел. Никол Пашинян заявил, что власти Армении в связи со сложившейся военной ситуацией рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, а также возможность заключения военно-политического союза с Карабахом. 1 октября. В ходе ночных боев утром 1 октября азербайджанские вооруженные силы вновь понесли большие потери, сообщил на брифинге представитель Минобороны Арцру Аванесян. По заявлению президента Арцаха Араика Рутюняна, за четыре дня нынешнего противостояния уничтожено столько вражеской военной техники, сколько было уничтожено за всю Первую Карабахскую войну. Вчера, 3 октября, премьер-министр Никол Пашинян выступил с обращением к народу. Основные моменты из его обращения. Позиции в Карабахе атакуют десятки тысяч азербайджанских солдат, но им не удалось решить ни одну из поставленных стратегических задач. Масштабы агрессии Азербайджана и Турции против Карабаха беспрецедентны. Таких масштабов еще не было в 21 веке ни в одной из зон конфликта. Сотни танков, военной техники, ракет, самолетов, беспилотных летательных аппаратов пробуют атаковать карабахские посты. На один пост армии обороны Карабаха нападает 150-200 военнослужащих по нескольку раз в день. 150 высокопоставленных военнослужащих турецкой армии находятся на командных пунктах различных звеньев азербайджанской армии и руководят боевыми действиями. В конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы и спецназ Турции. Это новый Сардарапад, и каждый из нас должен посвятить себя победе. Победа будет за нами!